всем здрасте сегодня я хочу поделиться информацией о том как я начал подменивать воду я по сути ленивый человек и считаю что лень это двигатель прогресса если бы человеку было не лень проходить 100 500 километров в день он бы не изобрел автомобиль и не сел бы на лошадь а все так же продолжал бы ходить пешочком что я сделал я купил садовый шланг 15-метровый садовый шланг спиральный вот такой вот он складывается в спираль и довольно компактный у него стандартные насадки быстросъемники здесь с резьбой еще можно накрутить одну другую резьбу и что я делаю я окунаю часть шланга воду видим что он уже в воде сейчас второй конец шланга который у меня уже находится в ванной комнате я подключу к водопроводному крану открою воду вода будет выкране извиняюсь не вода воздух и шланга будет выгнан в аквариум виде пузырьков вы это увидите сейчас вот 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 что-то отпузырял и сейчас вода извиняюсь сейчас второй конец шланга был опущен на пол душа соответственно уровень душа и аквариума разные и вода сейчас самотеком поступает вниз сейчас я поставлю на паузу подменивать я буду пару ведер около одного ведра я вижу по меткам уже слилось и и сейчас я поставлю на паузу увидите продолжение и так следующий этап два ведра 20 литров у меня слилось примерно за 15 минут что я делаю следующим шагом насадка из комплекта поливная достаю шланг насаживаю насадку открываю прижимаю чтобы она не выпрыгнула и насаживаю шланг на водопроводный кран открыл воду и сейчас мы наблюдаем вот такой дождик да все правильно вода сейчас у меня поступает без отстаивания совершенно без выдержки в ведрах от прямо из крана я решил провести этакий эксперимент тем более 20 литров это не такой большой объем от 180 от общего объема аквариума из населения у меня тут ничего супер капризного нету к никакой капризной растючки у меня тоже аквариума нет в основном засилие анубиса крипто карины папоротники немножко роталы поэтому я решил попробовать просто не возиться с ведрами а заливать воду просто без отстаивания чему это приведет ну я на самом деле не знаю сейчас ты уже 3 3 подмена таким образом у меня ничего особо критичного я не наблюдаю тем более вода поступает очень неспешно из крана да это кран холодной воды температура в самом аквариум у меня выставлено 26 градусов по факту она около 25 с половиной постоянно около 25 с половиной ну и естественно через проточный нагреватель она даже если попадает в аквариум она будет успевать прогреваться особо сильных падений температуры я не заметил как когда я подменяю воду температура проседает примерно на может быть на один градус ну честно говоря ниже 24 с половиной я никогда не видел тем более 24 с половиной это вполне нормальная температура для обитателей что сэкономил я сэкономил разливание воды по полу вода у меня больше не разбрызгивается нигде не капает со шлангом это все происходит без лишней возни с ведрами потому что с ведрами это надо залить ведра оставить их отстаиваться но честно говоря я от всего этого устал мне просто надоело таскаться с ведрами они занимают место потом надо выделить время для того чтобы эти ведра вы залить в аквариум когда заливаешь в аквариум об этом у меня будет отдельное видео я наверное сниму с чем я столкнулся в этом есть такой большой минус потому что тонкой струйкой заливать из ведер не получается все равно плеснешь побольше и поднимается со дна из-за всех закоулков между камнями не проси не проси фоне на я муть тина которая потом оседает везде ну вот она этом пожалуй я с вами сейчас и попрощаюсь больше ничего интересного в этом видео не увидите а впрочем если хотите можете понаблюдать досматривать это видео совершенно не обязательно буду буду заливать воду до тех пор пока она не дойдет до метки никакой автоматизации нету надо обязательно присутствовать и наблюдать уровень значит вот давление проселок надо приоткрыть чуть-чуть побольше пошла пободрее до насадки есть несколько режимов есть режим струи самой насадочной головки есть широкая душевая есть узкая просто струей по моему веерная плоская но я выбрал точечную которая распыляет именно вот таким образом почему именно так потому что это самый медленный самый медленный способ подачи это во-первых во-вторых я считаю что таким образом это вода поступающая в аквариум из крана еще сколько-то провентилируется от хлорки хлором на самом деле легко улетучивающийся газ было бы сложнее если бы это был хлорамин но с хлором не все не так сложно кстати по поводу такого спирального шланга если кто-то захочет себе прикупить не надейтесь на то что если написано на упаковке 15 метров то он будет у вас разворачиваться на все 15 метров по факту у меня расстояние 7 метров и я имею ввиду именно вот отсюда не специально из мира измерял рулеткой до до крана чтобы подключить ровно 7 метров у меня получается и этот спиральный шланг я могу развернуть но метров на 8 противном случае он получается очень уж вытянутым и еще один небольшой минус то что когда подаешь холодную воду при отключении холодной воды он такой и остается развернутый вот с такими спиралями как вы видите на видео то есть он не хочет сжиматься обратно для этого когда я его уже снимаю из из аквариума отношу его в душ я включаю буквально на 20 секунд горячую воду в горячей воде он моментально сам по себе съеживается и занимает опять прежние размеры в упакованном виде он занимает я имею ввиду когда все витки спирали сжаты он занимает порядка метра в длину на самом деле очень компактная вещица мне понравилось конечно используют ли вам заливку прямо из водопроводного крана вопрос конечно мега сложный все зависит от объема вашего аквариума если у вас там аквариум раз объемом литров 80 60 80 ну даже если сотни то можно без проблем поставить пару вете а вот если аквариумы уже объемом под 200 литров то я считаю лучше чаще менять подменивать воду меньшими объемами допустим два раза в неделю по 20 литров чем одним объемом сразу менять раз в неделю большое количество воды на мой взгляд это более щадяще по отношению к населению флоре фауне аквариума я не помню по моему уже рассказывал про автоматическую кормушку которая у меня стоит на светильнике вот такая вот кормушечка пользоваться ею перестал по одной простой причине постоянно жутчайший перекорм она не выдает маленького объема то есть у нее дырочка через которую высыпается корм она установлена на самый минимум я ее пытался подклеить еще изолентой уменьшить эту дырочку нет если корма в кормушке насыпано много она будет постоянно перекармливать увеличенными объемами корма что абсолютно нехорошо то же время уезжая куда-то в отпуск я считаю что до трех недель ваши рыбы перенесут без особых проблем вообще конечно я имею ввиду если в аквариуме есть растение и им есть что пощипать по крайней мере гупешки гупи коридоросы анцитрусы что у меня тогда еще было гурами они выживают абсолютно без проблем поэтому на текущий момент я считаю вот это вот покупка автоматической кормушки совершенно не нужная вещь совершенно не целесообразно сейчас наверное многие еще заметили что у меня тут висит еще один фильтр небольшой внутренний сразу поясню для чего и почему для дополнительного перемешивания воды просто он дополнительно помогает внешнику перемешать плюс ко всему прочему когда я делаю уборку собираю какие-то опавшие листья поднимается муть какие-то все равно какая-то грязь со дна начинает разлетаться из кустов растений и вот этот вот маленький фильтр он просто помогает убрать это все из воды как видим на нем уже там налипло я его поставил пару часов назад когда ковырялся с аквариумом вижу что на губке там уже поналипло всякой мутью его можно уже снять сниму когда закончится подмена сейчас он дополнительно пускай с флейтой из дополнительно перемешивает холодную воду с теплой так на текущий момент что у нас с температурой на температура стабильно 25 и 7 не меняется по-видимому 20 литров холодной воды не является чем-то особо критичным чтобы уменьшить значительно температуру всего этого объема потому что надо не забывать температура воды это не только температура воды которая нагревается нагревателем это также температура декорации температура грунта всего что находится в аквариуме когда вы выставили грелку грелка нагревает не только воду и все остальное те же самые камни какие-то коряга в моем случае вот большая лежит она тоже нагревается до такой температуры соответственно 20 литров воды которые я сейчас подмениваю они абсолютно не критичны на возможно какая-то рыбка почувствовать себя не очень хорошо если на нее попадет именно струя холодной воды но как я уже говорил именно поэтому у меня идет разбрызгивание дождиком ой смотрю видео уже затянулось нас на 16 минут о чем я тут рассказываю да ни о чем по сути просто подмениваю воду а он о Кстати, должен сказать, что, да, насыщение кислородом происходит такое неслабое, я бы сказал. Заменив около 25-30 литров воды, буквально в течение получаса я наблюдаю перлинг на растючке. Из растений начинает выделяться кислород, потому что переизбыток кислорода очевиден в воде. Вода приходит под давлением, когда она теряет давление, из нее начинает выделяться избыток воздуха. И, как результат, бывают все растения в воздушных пузырьках, и, соответственно, дополнительно от фотосинтеза выделяется еще дополнительный кислород. И бывает очень интересно понаблюдать, как пузырьки воздуха струятся прямо из листочков растений. Ладно, не буду я вас утомлять, смотреть тут действительно больше нечего. Долью воду до метки, и на этом будет все. Спасибо, что смотрели. Всем хороших аквариумов, подписывайтесь, ставьте лайки и дизлайки, кому что больше нравится. И всем хороших аквариумов!